Привет подписчики и гости этого канала, мы на стриме, на ютубе, на твиче, привет вам от всех. Сегодня мы сделаем обзор абсолютно всех этажей нормал башни, имеется ввиду ключевых этажей, этажей с боссами. Да, мы же не будем каждый этаж рассматривать отдельно, и там уже, если что, спрашивайте на стримах сами. Итак, зайдем по стратегии, выберем 10 этаж. Ну, 10 этаж нормал, я думаю, у вас проблем никаких не составит, потому что он снесется вашими какими-то там массовками, магичкой, я думаю, 10 нормал абсолютно не ощутит. Это даже не 30 хар, там, или еще какой-то, я думаю, у вас проблем с этим этажом не будет. Но так, если что, можете убивать либо Камилу в лицо, либо убейте сначала Свиту, а потом Камилу. 10 нормал, вы понимаете, это смешно. 20 этаж. Здесь тоже самое, единственная проблема, которую вас могут составить, это вот эти унаки-шмаки, так как они закидывают на вас раскол, могут заагрить и прочее. Вот они действительно могут быть напряжными ребятами, и вот это вот бренди может вам какого-то там ваншотнуть, если вы действительно новичок еще. Ладно, когда вы там лишените все это дело, то, конечно, вы не ощутите этот этаж. А если вы только-только вот начали проходить, стандартная пачка, что-то типа Боретты, Белки, Верамоса, Магичка плюс Пингвин, либо вместо Пингвина, если он у вас не выпал на первое время, можете взять, не знаю, может у вас что-то из контроля хорошее выпало, либо банально возьмите еще Бернарда, либо Шернон, если она у вас в Деспайере. И проблем у вас не будет с большинством этажей. Тридцатый этаж. Грунгнир, ну здесь он может весело напрокать. Бернарды достаточно быстрые сами по себе, 111 база, они могут успеть походить. Один ускорит второго, второй третьего, четвертого и так далее, и понесется вот эта вот вся говномойка. Потому что, когда будет ходить четвертый, он уже ускорит первого настолько, что он, скорее всего, еще походит перед вами и может закинуть вам раскол. А в этот раскол вас этот грунгнир наверняка уже ваншотнет. Потому что он своего третьего скилла может получить дополнительный ход и ходить с него там 5-10 раз, хоть и миллион. Есть видосики, можете посмотреть, где грунгнир 30 уровня на нормале, либо на харде выносит всю команду. Такие видосики есть, когда ты нападаешь на босса, но не ты его убиваешь, а вот так стоишь и смотришь, как он выносит всю твою команду. Просто разносит все и вся, но бывает ему прет. Вот, на самом деле, лучше ему откатить этот скилл, если у вас есть какие-то монстры с откатом. Либо просто слить ему от Акбар, не дать ему походить. В общем, не советую давать ему походить. Даже на вонючем 30 нормале он может вас немножко подзадолбать. Но, опять же, если вы это делали ушените и ходите первый, то вряд ли он даже и походит. Так, 40-й этаж нормал, Артемиэль. Ой, как повезло в этом месяце, особенно новичкам. Он в самом, скажем так, низу. Из того возможного, где он мог быть на нормале, 40-й, 50-й, 60-й, 70-й, 80-й и вплоть до 90-го, его поставили на 40-й. Поэтому это очень хороший бонус для новичков. Советую, чем его убивать. Банально, если у вас есть люшен, дайте ему баф атаки, и он снесет нафиг эту волну. Абсолютно не ощущая. Ну, может, там останется чуть-чуть хп у каких-то там монстров, и вы их добьете там еще какими-то массовками. Если у вас нет никого люшена, у вас нет монстра, который пробивает сквозь броню, стандартная пачка Боретта, Веромос, Белка. Белка закидывает раскол постоянно на Артемиэля, так как он бьет с первого скилла от своей защиты, исходя из своей защиты. Плюс у него настакивается пассивка. У него становится больше защиты, больше урона, плюс он дольше держит удар по себе. Поэтому на него закидывайте раскол и держите на нем. Свиту станете, а там дальше либо босса убьете в лицо, либо сначала свиту разносите. Смотрите сами. Очень хорошо против него заходит такой персонаж, как Калин. Может у вас есть Бастет. Бастет может и раскол кинуть, и Крест. А Крест, вы знаете, он не хилнет никого, либо сам себя со второго скилла. Также откат скиллов против него заходит, всякие Канемеды, всякие Делфойки и прочие. Океаносы и все, что может откатить скиллы. Массовый контроль, плюс раскол на этого босса даст вам возможность его не ощутить, убить его очень быстро. Поэтому на 40 нормале, надеюсь, он вам проблем никаких не составит. 50 вунса. Вот вунса, но если сравнивать на 40 нормале Арха и вунсу на 50, то мне кажется, даже с Архангелом возможно будет больше проблем. Как действовать против этого вунса? Если вы возьмете сюда какого-то светлого танка, либо типа, точнее, Белки, либо там может у вас уже Паладинша есть, но вряд ли, если вы новичок, вы уже скрафтили Паладиншу, Паладиншу кровтят чаще для Хардбашни, то вы возьмете хорошо заряженную Белку. Сделайте ей хотя бы 1015 ХП в плюсе, хотя бы броня не так здесь будет важна, именно ХП, потому что вот эти вот Звезды и Карас, они бьют от своего ХП. А ХП у них на этом этаже приблизительно 1000, ну уже, наверное, по 20, скорее всего. Я не знаю точно, сколько у них здесь ХП, но вы по дамаге поймете, потому что они дамажат наполовину от своего ХП. Это вы же можете посчитать сами. И при этом они со второго скила могут подхилить и себя, и всю эту Кампашу, и вот эти вот Рахулы, или Рахулы, они со второго скила могут защитить босса, либо кого-то того, кто уже при смерти. Тоже опасный этаж. Но опять же, Магичка, плюс Боретта, плюс Веромос, Белка, и, допустим, Пингвин, может у вас есть Базальт, ну я уже молчу про всяких Верадов и прочее, решат проблему с этим боссом, абсолютно никаких у вас проблем не будет. Но не дайте походить боссу с третьего скила, потому что с третьего скила бьет очень больно. И если вы берете с собой каких-то баферов, типа Шайман, еще кого-то, он может с вас эти бафы поснимать и забрать их себе. И ни в коем случае не берите на этот этаж паладина, ой, паладина этого Архангела Воды. Не берите, потому что он, когда ворует кресты, он их суммирует, на нем будет висеть пять крестов, если он сворует с вас пять крестов. Это дикий парень, поэтому его нужно станеть, контролить, ну и всю свиту тоже им не давать ходить. Потому что если Икарас походит с третьего скила, одна, две, все, это минус Белка. Вы не зарядите так Белку, чтобы выдержать два выстрела от Икарас. Ну, разве что вы очень сильные игроки, и просто вы взяли Белку сюда как танком, вот и все. Но советую взять сюда танком, что-то типа паладинши, даже если вы уже и хард проходите, потому что этаж может оказаться напряженным. Но опять же, те, у кого есть два люшена, и вы тут люшените, не будет никаких проблем. Но мы не говорим про тех, понимаете, весь этот обзор, он не для тех, кто люшенит нормал, и тот, кто поставился на авто, и он не ощущает. Это видосик для новичков, и возможно он чем-то будет полезен, так как мы рассматриваем тупо все этажи и очень быстро. Веромос. Фишка Веромоса в чем? Он, во-первых, снимает все по одному дебафу, точнее, вы понимаете. Если вы его даже заагрите, агрить его есть смысл пингвином, он ударит вашего пингвина, но предварительно подхилится за счет снятого агра, но вынужден будет бить вашего пингвина. Поэтому да, пингвин здесь тоже заходит. Как еще убивать этот этаж вообще правильно? Если у вас не хватает урона, вы вряд ли убьете босса в лицо. Это не тот босс, которого вы сможете убить нормально в лицо. Почему? Потому что, во-первых, его подхиливают перны каждый ход по 10%. Сам по себе он хилится за счет снятых дебафов себя или с кого-то там в пати. Может хильнуться до 15%. А так как он босс, он стоит лидером. Тут еще лидерка на хп. Понимаете, да? У всей пачки здесь много хп. Плюс до ассисты. Когда вы хотите убить цель, нанести фатальную атаку, хводам не дает этого сделать. Он за счет своей пассивки подхилит цель. И еще на вермоса, как и на любого у вас в башне, кроме копий на сотки с бабой, нельзя накинуть доты. Следовательно, вы его не убьете за счет дотов. Но вы можете здесь некое зачетырить. Смотрите, на пассивку хводама никак не реагирует, собственно, доты никак не мешают пробить пассивку хводаму. Так будет правильнее сказать. Следовательно, я бы на вашем месте убивал здесь. Вначале, когда я только начинал играть, я убивал вначале сначала до ассистов. Потом я начал убивать перну. Здесь как бы разница небольшая. Тут кому проще и на ком больше дебафа висит, и кого вы быстрее убьете. Смысл в чем? Вы заходите, накидываете кучу дотов от Боретты. Потом, у вас, допустим, вот этот персонаж, либо этот, там, этот, этот, кого вы хотите, тут кто вам понравился, уже при смерти. И вы знаете, что от этих дотов, черепков, этот персонаж умрет. Каждый дот наносит 5% хп. Но, не забывайте, что вермос может снять как минимум один этот черепок, и перны отхилить, как два черепка нанесут дамагу. Так что это тоже учитывайте. Здесь может быть такой, немножко длинноместный этаж. Вы закидали доты, и если вы уверены, что эта цель умрет от дотов, она умрет от дотов. И доассист пассивка не спасет. Ни один доассист второго, ни доассист перну, никого здесь не спасет. Доты пробивают сквозь эту пассивку. Поэтому тут смотрите сами. Либо сразу выносите доассистов, либо перну. Но перну вам придется убивать два раза. Если у вас нет какого-то блока скиллов, что-то типа там Тессариона, может у вас Герна есть 6-звездочная, проточенная по скиллам фул, Исида может у вас завалялась. Либо банально взять откат скиллов, что-то типа Ганимеда, Делфой, и еще там всяких, Океанос и прочее. Если вы откатите скиллы перны, она умрет один раз, и все. Больше не воскресится, как и вторая перна. Поэтому с откатом скиллов, с большим количеством дотов, у вас здесь проблем с боссом не будет. Ну и плюс заагрит на себя Верамоса, чтобы он не ударил массовкой, потому что если он походит массовкой, он вас может застанеть. А после этого по вам ударят перны, походят до ассиста со второго скилла, они сливают от Акбар, и вы скорее всего сольетесь. Поэтому ни в коем случае не давайте ходить, в первую очередь, Верамосу. Да. И заагрите его, потому что все-таки агр помогает. 70-й этаж за мир. Самый пассивный босс в башне. Он не делает ровным счетом ничего. Но может оказаться и самым противным боссом, если вы его не заагрили и дали ему походить. Откатывать ему скиллы бесполезно. Вы ему откатите, напоминаю, только второй скилл. Откатить третий скилл ни в плюс, ни в минус невозможно. Это такой вот персонаж. Точно так же действует Ганимета и его светлый собрат. Невозможно вот это искривление времени, и как там ветер перемен или что-то такое, тоже нельзя откатить. Вот 2-3 скилла в игре невозможно откатить ни в плюс, ни в минус. Поэтому ему откатывать скиллы это глупо. Он персонаж, скажем так, тупорылый в защите. Он может что сделать? Он может свой третий скилл заюзать, даже если вы не накинули ни одного бафа на этих мобов. Даже если они не юзали ни одного скилла. Вот просто ему захотелось. Но и при этом я замечал как. Вы можете накидать кучу дебафов, они все поюзают свои скиллы, а за мир все равно не заюзает свой третий скилл. Просто не хочет. Вот, ну не хочет он, да. Вот ему не хочется вот все. Он такая вот жопка, он такая вот ленивая. Не хочет он этого делать. Поэтому как проходить этот этаж? Застанили всех монстров. Допустим, у вас там Верат, Боретте прокнул станом. Магичка всех застанила. И босса на себя агрите. Пингвином держите на себе босса. Босс вам урона внесет приблизительно 0. Плюс-минус, да. А остальные вам, вас могут потрепать. Самая большая проблема здесь, если походят зайросы. Если зайросы походят и дунут вас вот этим вот третьим скиллом, они вам пооткатывают скиллы. И за счет откатыванных скиллов вас раскатают. Потому что после этого походит наверняка Крика. Она закинет раскол. А если вы им не слили атак бар, то, как видите, по скорости 104 и 94 намекает на то, что Крика может дать массовый раскол, а туда задует, соответственно, на зайрос. И если так произойдет, то, знаете, даже самых сильных игроков неплохо так потрепает этот зайрос. Все-таки они 50-го левела, понимаете, да. Это будет достаточно жесткий дамаг. Поэтому не дайте походить этим этой свите. И, конечно же, держите на себе под агром Зефира. Самая большая еще, ну как, небольшая, достаточно большая проблема, это Крика. Она с третьего скилла может воскресить кого-то, тут же откатить скиллы этой цели и дать непобедимость на один ход. Это может быть тоже напряжным делом. Поэтому агр, слив атак бара, откат скиллов, допустим, вот этих вот господам, вам поможет босс пассивный и его главная агрессия. Асима. Вот этот этаж достаточно проблематичный, особенно если у вас нет иммунитета и очень хорошего контроля. Если у вас, конечно, завалялся какой-то Верат, Шарлотта и прочее, вам вряд ли этот этаж составит проблем, доставит. Нет, не доставит. Вы будете сливать босса, она ничего вам не сделает, проблем не будет. Но, если у вас есть иммунитет, типа Вусы, даже Архангелогня зайдет, даже если у вас Фран 6-звездочная, проточена по скиллам, Кундина Ветреная тоже может зайти. Она может откатить боссу скиллы, либо там Свити, смотрите сами, и тоже негко помешать. Потому что, если она даст вам третий скилл, вам Габелла. Третий скилл, плюс еще и походит какой-то из этих мобов. Во-первых, это повышенный урон в раскол, так еще и дополнительно доты сверху накидают. Это будет очень больно. Она кидает и раскол, и кучу дотов. Это как Рика на максималочке, только за медло не кидает. В общем-то, иммунитет вам поможет, Агар постоянно этого босса, слить и Атакбара через магичку водяную, как пример, и откат скиллов тому же боссу. Но откатывает она скиллы достаточно быстро, потому что у нее стоит там башня, которая повышает откат скиллов. Ускоряет, точнее, откат этих скиллов. Свита такая себе. Эта свита, она особо не мешает, поэтому вряд ли она вам доставит проблем каких-то. В общем-то, я думаю, вы поняли. Главное тут держать босса, потому что босс действительно опасный, и она вносит огромный урон. Тем более, это уже 80-й нормал, это же не 40-й, не 30-й. Чхиву. Чхиву здесь принцип такой же, как и на 50-м с Вунсой. Абсолютно такой же принцип. Единственное, у Чхиву и его саппорты меньше дамажут. Они менее дамажные, менее противные. Они вам не так доставят проблем, как, допустим, вот там эти темные ребята. Но, эти ребята закидывают защиту, баф, купол, антикрит, баф-атаки. Тем самым, да, продлевают жизнь этого Чхиву. Плюс они еще и подхиливают на 20%. Это ошибка перевода. Каждые 3 хода за счет своего, вот этого штормового вихря. Еще и кидают купол, а купол работает сейчас от их ХП. А так как они стоят на 90-м, значит купол у них уже там будет, ну, 1010, наверное, где-то защищать неплохо. Еще и антикрит. Поэтому вам здесь нужен будет персонаж, который либо сольет 7 атак бар, откатит скиллы, всех застанет, либо откатывать этим вот подругам скиллы. В первую очередь я бы им откатывал, потому что этот купол плюс подхил, он более противен, чем просто баф защиты от Меган и все. Да. Так что с Меган, я думаю, у вас вряд ли будет проблема. А вот этих подруг советую контролить, потому что они и дот его могут кинуть и подхилить всю команду. И этот купол антикрит, это раздражает. Ну и сам Чхиву, который может с вас поснимать все бафы и еще будьте готовы к тому, что этот этаж для вас покажется каким-то мега быстрым. Почему? Потому что здесь лидерка на СПД. А она дает везде 24 СПД. Если сравнить Вунсу с Чхиву, вот смотрите, Вунсу лидерка на защиту. Здесь у него много брони. Но он достаточно медленный, как и вся его свита. А здесь этот парень, как и вся его братва, его и ее, да, будет ходить достаточно шустро. Поэтому здесь вам может даже не хватить скорости. И возможно вы белкой, третьим скиллом специально будете ускоряться, для того, чтобы обогнать этих говнючков. Но если у вас есть замедление, типа Спектры, или там какая-то у вас Шарлотта Рика, проблем у вас не будет. Так как замедление, конечно же, даст вам доминировать. Главное, станете Свиту. Сам Чхиву по себе не особо больно бьет. И может, конечно же, снять бафы, поэтому мне советую брать сюда каких-то баферов, типа там Шенон, не знаю, Вуссы, Вуссы, или еще кого-то. Потому что он тупо сворует себе это все дело. Не сворует себе, а поснимает. Ну и плюс он еще и отхиливается. Если он снимает с вас один какой-то баф, он отхиливается на 5%. Поэтому со всей пати по 2 бафа, понимаете, да, он хильется на пол столба. Это очень жестко. Плюс еще эти подруги. Ну, достаточно проблематичный может этаж быть для всех. Но опять же, Ингвин его агрит, держит на себе. Или Базальт с первого скилла, плюс сливает Атакбар, магичка его постоянно сливает. Убиваете сначала, скорее всего, Свиту, а потом убиваете его. тут уже действуйте, как вам больше нравится. И сотый этаж, Баба. По ней. Давайте сначала по копиям пройдемся. В ней 3 копии. Всегда одну копию она держит в себе. На этом этаже 4 монстра. Не 3, а именно 4. Потому что у самого босса свои скиллы. И у каждой копии тоже дополнительно свои скиллы. Поговорим сначала о копиях. Зеленая копия. Во-первых, она самая сильная. Она больше всех, всем всекает. Со своего физического урона с первого скилла либо с массовки она очень больно бьет. Если сравнивать с синий или красный, она намного сильнее бьет. Но при этом она еще и пополняет себе Атакбар, когда вы бьете ее. Допустим, когда копия сидит в ней, то она будет себе пополнять Атакбар за каждый удар по ней. При этом она не то чтобы себе пополняет, она у вас его высасывает. Она действует как, ну сравните с пиратом водяным, он себе пополняет Атакбар, плюс высасывает его у врага. И она по чуть-чуть, по чуть-чуть будет у вас воровать Атакбар. Но когда она именно вносит урон, тогда она еще и подхиливается. Короче, это назовем так двойной вампиризм. И Атакбар высасывает, и ХП сосет. Поэтому крест против нее может неплохо зайти, но и без креста на нормале ее можно убить. Ее даже на харде можно убить без креста. Но зеленая копия является самой противной. И когда она в ней сидит, советую переждать и убивать ее либо с красной копией, либо с синей внутри. Потому что они чуть-чуть попроще. Самая пассивная синяя, к ней мы перейдем, а зеленая ее проблематично убить. Ну, если вы на нормале пролетаете, конечно, Лешанове, то вы ее пролешените и все. А вот новичку в первый раз ее тяжело убить зеленой копией. Поэтому просто переждите. Она ходит несколько раз, и вот у нее есть вот этот вот скилл, который вы увидите четко по откату, сколько он будет откатываться. Как только у нее этот скилл подходит к нулю, следовательно, она может его юзать, она его делает. Она что с этим скиллом делает? Первый вариант, что она делает с этим скиллом? Она либо раскидывает копии, если в ней они сидят, либо наоборот в себя их всасывает. Следовательно, у нее две стадии. Без копий и с копиями. Если вы успели убить хотя бы одну копию, то она всосет в себя одну вторую копию. Если вы убили две копии, она в себя не всасывает ни в кого, но эффект идет, и она сама себя станет на один ход. Но если вы копий убьете или не убьете ни одной, то она будет дальше продолжать драться уже с двумя копиями, допустим. Убили две копии, не будет драться один ход, она будет стоять в стане. И вы за этот момент можете ее пинать, по яйцам, вообще сшибать и все и все. И даже если в ней была зеленая копия, в этот момент ее пассивка не будет работать. Но, если в ней сидела синяя копия, пассивка ее работать будет. Вот такая вот несправедливость. Ну, не знаю, специально это сделано или баг, даже если это баг, комтуасы скажут, что это фишка. Естественно. По второй копии синяя. Давайте синюю рассмотрим. Она самая пассивная. Синяя копия напоминает в игре Диаса. У нее, во-первых, антикрит и еще и защита. Когда прокает ее пассивка, меньше шанса того, что вы кританете по всей пати, не будем вдаваться процентно, и, соответственно, меньше урона будете вносить. У синей копии очень мало хп, но огромное количество брони. Огромнейшее количество брони. Поэтому бить спектрой копию, которая стоит не в боссе, а именно просто спектрой бить вторым скиллом просто тупо и невыгодно. Вы увидите, что вы нанесете урона может чуть-чуть больше, чем с первого скилла. Поэтому не тратьте спектрой второй скилл на синюю копию, когда она сидит не в ней. Когда она сидит в ней, она получает бонус за счет своего хп. Естественно, спектра будет неплохой урон наносить, но в раза два меньше, чем если бы в ней сидела зеленая или красная копия. Поэтому урон сквозь броню будет неплох. Но опять же, даже если вы возьмете сюда кого-то люшена и вы новичок, вы зафейлитесь банально из-за того, что в синей копии антикрит пассивка и вы будете критовать очень редко. А заблочить пассивку вы ей, когда она сидит в ней, не сможете. И да, заблочить пассивные умения копии можно, только если они стоят с ней рядом. На этих копий можно накидать станы, заморозки, замедления, доты, расколы, обливианы, все что угодно. Это два монстра. Они стихии хаос. То, что они какого-то своего цвета, это специально сделано для того, чтобы вы понимали кто где и какая как действует. Но у них у всех стихии, стихия называется хаос. Поэтому вы всегда будете бить как по желтой стрелочке. Разве что вы возьмете Теомарса какого-то и он будет бить по зеленой стрелке. Но Теомарс здесь я не думаю, что вам сильно нужен. Поэтому синяя это танк, которая посредственно бьет. Она если бьет, она замораживает какую-то цель с большой вероятностью и просто сейвит всю команду. Поэтому ее, если она сидит в боссе, можете игнорить. Просто сливайте атакбар, она ничего вам не сделает. Самое пассивное и проще всего через синюю копию убивать. Теперь к красной. Переходим к красной. Чем может быть опасно? Если у вас мало хп, и тем более, если босс со второго скилла ударил вас массовкой, а она когда бьет массовкой, она вам закидывает раскол на три хода. Это очень больно. И при этом, да, мощность данной атаки увеличивается с числом слияний. Следовательно, если в ней сидит три копии, она со второго скилла, будьте уверены, что ударит очень больно. Вот так вот. И в начале, как только вы заходите, не бейте ее главными скиллами. Ударьте ее первыми скиллами, так как она все равно будет клониться. И когда она клонируется, не забывайте, она снимает себе абсолютно все дебафы. Всегда. Полностью все. Замедление на два, на три хода она все снимет. Абсолютно. Поэтому, если вы знаете, что она будет клониться, либо наоборот всасывать в себя копии, даже если вы копии убили, она в этот момент два раза снимает с себя полностью дебафы. Клонируется и наоборот всасывает. Снимает дебафы. Не забывайте про это и не кидайте лишних дебафов, потому что вы отдадите нужные скиллы. Что еще можно сказать по красной? Она контратакует. Каждый раз, когда вы бьете красную копию, будь то она там стоит с ней слева, справа или внутри нее, она будет контратачить на любую вашу атаку. Разве что вы заблочите и пассивку. Что еще делает красная? Красная, когда бьет массовкой, она может вас заагрить. Ага. Она агрит все цели, вы вынуждены будете бить ее, вы будете бить ее, она будет вас опять контратаковать, но вы поняли, красная вас тупо задолбает. Но этот агр работает только когда эта копия отдельно от нее. Следовательно, когда копия в ней, у нее работает только пассивное умение контратаки. И это может вас задолбать. К примеру, ставлю ситуацию, у вас плохо одета сигма. Сигма там раз походила, два, три, и просто с контратаки она сама себя убьет. Потому что красная ее задолбает. Сигма не самый жирный персонаж, как и допустим спектра. Поэтому тут будьте осторожны, Виолет может сыграть вам злую шутку. Вот такие вот дела. Поэтому пингвин, если у вас присмерти, лучше бейте не первым скиллом, а ударьте со второго. Загреть босса нельзя, но вы хотя бы подхилитесь и не внесете урон, следовательно, она вас не сконтратачит. Красную тоже достаточно проблематично бить, но если у вас жирные монстры, я не думаю, что это составит вам какого-то труда. В общем, наверное, это и все по боссу, потому что здесь механика тяжелая, нужно знать абсолютно каждую копию, как она действует. И когда закидывать дебафы, когда не закидывать дебафы, следить за ее откатами, следить за вторым скиллом, когда она его будет давать, и следить за тем, успеваете вы убивать этих копий или нет до того момента, как она их в себя всосет. Некоторые даже не трогают копию, а тупо ее убивают. Ну, это уже зависит от силы вашего аккаунта. Поэтому стандартная пачка, которую на нее я рекомендую, это Боретта, Белка, Веромос, либо Пингвин. Добавляете в эту пачку магичку водяную, она массово сможет всех застанет. И пятый персонаж у вас будет либо Спектра, либо какая-то Сигма хорошо одета. Вам нужен хороший демедж-дилер, который не будет играться с этими копиями и с самим боссом, а достаточно больно его щелкать. Хорошо одетая Спектра, синюю копию убьет где-то за 10 ударов. Если там будет сидеть какая-то зеленая, либо, соответственно, красная копия, то, наверное, за ударов 5-6 ваша Спектра убьет этого босса, либо там копия распотрошит, абсолютно неважно. И также Сигма тоже будет здесь неплоха, потому что Сигма и со второго скилла бьет от ХП врага и с третьего скилла. Плюс Сигма может заморозить, плюс Сигма может закинуть раскол на атаку, и даже если будет сидеть в ней красная, Сигма, скорее всего, будет выживать. Но самое главное, чтобы ваша Сигма закинула раскол. То, что не закинет раскол, босс будет все равно достаточно больно бить. Против этого босса, что очень сильно помогает, какие дебафы? Это, естественно, раскол на броню, так как вы быстрее убьете этого босса. Раскол на атаку, у вас любая копия будет бить намного слабее. Гланс. Если вы закинете гланс, то босс вас там, допустим, раскол не закинет, не застанет, просто меньше урона будет вносить иногда и прочее. Ну и, конечно же, крест, если вы планируете убивать ее зеленую. Но крест, опять же, специально брать сюда калин на нормал я бы не стал. Разве что вы взяли бастет, у вас более прохованная пачка, то да, бастет и все расколы накидает и закинет крест. Абсолютно никаких проблем именно с бастет не будет. И бастет может быть одним-единственным хилом и вы можете пройти вообще без хила, используя просто купол бастет. Но это стрёмно. Лучше возьмите с собой все-таки еще белку либо там часунку или какого-то другого альтернативного хила. Огромнейшее спасибо тем, кто ставит большие пальцы вверх. Если вам информация чем-то помогла, подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрыше. В предыдущем видео проходит розыгрыш и напишите в комментариях, чем вы проходите босса на сотке нормала. Может, тем, кто читает комменты, новичкам будет полезна та пачка, которую проходили вы. Если вы хотите что-то добавить по видео, тоже пишите в комментариях. Комменты я читаю. Если что, там обсудим, обговорим и прочее. Жду вас на стримах каждый день в 19.00 на Твиче и на Ютубе. Ссылка есть в описании, ссылка есть закрепленная, ссылка есть в комментарии. Заходите на стримы, жду вас здесь. Здесь открываем свитки, крафтим руны, перековываем руны, куча всего полезного, гвшим, захваты отбиваем, смотрим аккаунты новичкам и неновичкам. В общем, заходите, убедитесь сами, что здесь достаточно интересно и весело. Всем хорошего фарма, что надо по делу, вконтакте пишите, консультация чистка рун. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok